Карантин ввели, а про нас забыли. Так о событиях последних недель говорят представители малого и среднего бизнеса Одесского региона. После всеукраинских протестов против карантина выходного дня Владимир Зеленский заявил о новой программе поддержки малого и среднего бизнеса. По словам президента, более миллиона граждан Украины смогут получить материальную помощь. Дякую за поддержку. Ее общий объем составит почти 10 миллиардов гривен. По словам президента, процедура подачи заявления будет осуществляться максимально просто с помощью приложения ДИЯ. Как самое? Три простые шаги. Зайти в додаток ДИЯ, ввести короткие данные и номер банковской карты. Далее переверка данных и максимум через несколько дней 8 тысяч гривен приходят вам на карту. По подсчетам экономистов, карантин выходного дня съел 27% прибыли заведения общепита. Всего с момента введения ограничений в марте этого года обороты ресторанов упали на 81% по сравнению с докарантинными показателями. Эксперты на предложение президента смотрят с изрядной долей скепсиса. Прежде чем помочь кафе, ресторанам и прочим пострадавшим от карантина выходного дня, нужно уменьшить финансирование в другой отрасли, что может повлечь необратимые последствия. Забрать у учителей и отдать тем же официантам, откровенно говоря, инициатива сомнительная. Различные экономические инициативы должны исходить из правительства и соответственно утверждаться коалицией. То, что президент решил провести такой пиар-ход, ну вот он и есть пиар-ход. И о том, что есть закон о государственном бюджете и уже сейчас идут разговоры о том, что, например, правительство в последнем варианте бюджета отменит норму о росте заработной платы для учителей. Депутат городского совета Роман Сенник считает, что карантин выходного дня не решит ни одной из накопившихся проблем. Политик уверен, что если и водить карантин, то с одинаковыми условиями для всех. По одной из версий, локдаун на две недели может быть более эффективен. Он даст отдышаться медицинской системе и снизит уровень распространения инфекции. Заявления нашего президента напоминают не очень смешные шутки 95-го квартала. Уже пора бы забыть о прошлой работе и начать заниматься делами. Потому что заявлять о том, что они выделят такое количество ресурсов для малого и среднего бизнеса на поддержку, нужно апеллировать какими-то фактами. Не может быть двойных стандартов. Либо мы делаем локдаун и закрываем абсолютно всех и вся, и в том числе ваших прихвостников в виде разных больших торговых центров, либо же дайте возможность работать всем, особенно малому и среднему бизнесу. Накануне второго тура выборов мэр поддержал всеукраинскую акцию протеста одесских предпринимателей и почти демонстративно отказался выполнять постановления правительства. Как видим, за неделю на Думской площади кардинально изменили свое мнение. Похоже, одесский малый и средний бизнес рано поверил в помощь мэрии, считает депутат Одесского горсовета Роман Сенник. Наш мэр это вообще уникальный человек. Он и при Порошенко и говорил, что благодаря все, что в Одессе это благодаря Порошенко. Сейчас он будет говорить, что все благодаря Зеленскому. До того, как он стал мэром, он говорил, что никакого карантина, я с людьми. А сейчас его избрали мэром, он говорит, что все, господин президент, я теперь с вами, я теперь буду говорить, что все, что вы говорите, все правильно, секретаря вашего назначим. Все, что скажете, все извините. Это современная политика. В свою очередь в Европейской бизнес-ассоциации отметили, что жесткого локдауна Украина не выдержит. И вполне вероятно, страну может ожидать кризисная и холодная зима. Согласно еще одному экспертному мнению, карантин выходного дня сокращает розничный товарооборот в стране на 30-40%. А торгово-развлекательные центры теряют от 12 до 15 миллиардов гривен выручки. Пока на Банковой принимают окончательное решение, налогоплательщики держатся из последних сил. Василий Базовлук, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.